Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока – решение задач на размещение, перестановки и сочетание. Цель нашего урока – понимать и правильно применять формулы для решения задач на размещение, перестановки и сочетания, без повторения и с повторениями. В начале урока я бы хотела вам предложить такую задачу. Главные действующие лица из сказки Ивана Андреевича Крылова – «Лиса и ворона». Итак, задача. Вороне Бог послал сыра кусочков в пять разных видов. Если ворона бросит в лисе кусочек, то сколькими способами ворона может съесть оставшиеся кусочки? Подобные задачи, при решении которых приходится составлять различные комбинации из конечного числа элементов и производить подсчеты числа всех возможных таких комбинаций, относятся к разделу математики, который называется комбинаторикой. К решению данной задачи мы вернемся чуть попозже. Итак, комбинаторика – это раздел математики, в котором решаются задачи выбора и расположения элементов множества по заданным правилам – перестановки, размещения и сочетания с повторением и без повторения. Давайте с вами вспомним, что называют перестановки. Перестановки – это соединение, которое можно составить из N предметов, меняя всеми возможными способами их порядок, число перестановок P по N и определяется по формуле P по N равно N факториалов. N факториалов – это произведение всех натуральных чисел от 1 до N. Например, если N факториалов, то это произведение чисел от 1 до 7. Следует напомнить, что 0 факториалов равен 1, также 1 факториалов равен 1. Пример для применения данной формулы. Сколькими способами можно поставить группу из 15 детей в ряд? Решение. На первое место в ряду можно поставить одного из 15 детей, на второе – одного из 14 и так далее. Общее количество способов P от N, то есть P от 15, то есть произведение всех чисел от 1 до 15. Размещение. Это соединение, содержащее по R предметов из числа N данных, различающиеся либо порядком предметов, либо самими предметами, где R меньше либо равно N. Число размещения определяется по формуле A из N по R. И формула следующая N факториалов делить на N минус R факториалов. Рассмотрим следующий пример. Сколько различных трехзначных чисел можно составить с помощью цифр от 1 до 9? На первом месте есть возможность поставить одно из 9 цифр, на второе – одного из 8 и так далее. Общее количество будет равно A по 3 из 9. 9 факториалов делить на 9 минус 3 факториалов. И несложно будет посчитать, что количество способов будет равно 504. Подумываем на задачи. Задача на размещение. Сколько пар могут образовать 3 мальчика и 6 девочек? Если следовать данной выше указанной формуле, то мы получаем, что 6 факториалов делим на 6 минус 3 факториалов, и получается у нас 120 способов. Получаем ответ. 3 мальчика и 6 девочек могут образовать 120 пар. В данной задаче решено перечисление возможных вариантов, а позже потом используется умножение. Что же называется сочетание? Сочетание из N элементов по R называют такие комбинации из R элементов, которые отличаются друг от друга по крайней мере одним элементом, где R меньше и равно N. S по N, это R. N факториалов делить на R факториалов умноженное на N минус R факториалов. Рассмотрим следующую задачу. Сколькими способами можно выбрать 3 цифры из 9? Решение количества всевозможных способов определяем по вышеуказанной формуле. 9 факториалов делить на 3 факториала, и 9 минус 3 факториала, это будет 6 факториалов. И несложно будет посчитать, что способы, которые мы ищем, их равно 84. Сауле выбирает 3 шарика мороженого из 20 вкусов. Сколько видов мороженого с разными вкусами она может выбрать, если порядок вкусов не учитывается? Если Сауле будет пробовать 3 шарика мороженого с разным вкусом каждый день, сколько лет она может это делать, не повторяясь? Попробуем ответить на эти вопросы. Предположим, что порядок вкусов учитывается. В этом случае выбор Сауле – это размещение трех элементов, взятых из множества, состоящего из 20 элементов. Общее количество возможных вариантов равно 20 факториал разделить на 17 факториал. Выбор Сауле также может быть описан в два этапа, и результат, которым является число всех возможных вариантов, должен быть одинаковым. Сауле может выбрать три элемента из множества х способами. Тогда у нее есть три факториал вариантов. В результате мы получаем уравнение, которое мы будем использовать для вычисления значения х. В общем, количество возможностей выбора k элементов из n называется числом сочетаний и обозначается с помощью следующей формулы. Если Сауле будет пробовать разные три шарика мороженого каждый день, при этом в году 365 дней, то Сауле сможет пробовать разное мороженое в течение примерно трех лет. Следующее определение, которое мы должны с вами вспомнить, это перестановки из n элементов, в каждое из которых входит n1 одинаковых предметов одного типа, n2 предметов другого типа и так далее, по nk одинаковых предметов k два типа, где n1 плюс n2 плюс nk равно n. Называют перестановками из n элементов с повторениями. И можно вычислить перестановку с повторениями следующей формулой. n факториалов делить на n1 факториал, умножить на n2 факториалов и так далее, умножить на nk факториалов. Например, рассмотрим такую задачу. Числа 4455, 4554, 5544 и так далее, таких чисел у нас 7. Это перестановки из четырех элементов с повторениями. В каждую перестановку входят две четверки и две пятерки. Определение размещения из n элементов, в каждое из которых входит r элементы, причем один и тот же элемент, может повторяться в каждое размещение, любое число раз, но не более r, называют размещениями из n по r с повторениями. Вычисляется по формуле n в степени r. Рассмотрим такой пример. Каждый телефонный номер состоит из 7 цифр. Сколько существует телефонных номеров, не содержащих других цифр, кроме 2, 3, 5 и 7? Так как в данной задаче порядок не важен, но не все элементы должны быть выбраны, и допускается повторение, то это размещение с повторением. Тогда используем вышеуказанную формулу 4 в степени 7. Итого получается на 16384 способа. Следующее определение – это сочетания, содержащие r элементов, в которых любой элемент может присутствовать некоторое число раз, но не превосходящее r. Называют сочетанием из n элементов по r с повторением. В формуле используем в числителе n плюс r минус единица факториалов, n минус единица факториалов умножить на r факториалов. Это есть формула для вычисления сочетаний из n элементов по r с повторениями. Рассмотрим следующий пример. Соединение а элементов и а, а, б, а, с, б, 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 с, и, с, с, сочетание из трех элементов множества а, б, с, по два с повторениями. В соединения могут входить два одинаковых элемента. Используя формулу, мы посчитали, что всего соединения получается у нас 6. При решении комбинаторных задач сначала надо определить, о каком действии идет речь задача, а зачем использовать соответствующую формулу. Вот опорная схема по использованию выборов формул для перестановок, для сочетания и для размещения с повторениями, без повторениями. Например, изучая условия задачи, вы определяете общее количество объектов, сколько объектов выбираем, и первый вопрос, который мы задаем себе, это порядок важен или нет. Если мы определили, что порядок не важен, то мы сразу оговариваем, что здесь использоваться должна формула сочетания. Если же следующий вопрос, на который мы отвечаем, повторение есть или нет, получаем ответ нет, то мы используем формулу сочетания, то есть n факториалов делить на n-r факториалов умножить на r факториалов. Если же есть условия повторения, то сочетание с повторениями формулы используем. Если же порядок важен, то нужно выбирать все n элементов или нет? Следующий вопрос, который мы себе задаем. Если же нужно выбирать все элементы, то тогда мы используем формулу повторения. И следующий вопрос, который мы задаем, есть ли повторение или нет повторения? Если же нет необходимости выбирать все n элементов, то мы определяемся с формулой размещения. Если нет повторения, то это размещение без повторения получается. Если же есть повторение, то используем формулу n в степени r. Следующее. Среди перечисленных ниже задач выделите те, которым требуется найти перестановки, перестановки с повторениями, размещение, размещение с повторениями, сочетание с повторениями. Попробуйте определить. Первая задача, которую я вам предлагаю, это курьер должен разнести пакеты в 5 различных утверждений. Сколько маршрутов он может выбрать. Следующая задача. Сколькими способами можно обозначить вершины треугольника, используя буквы ABCDE? Третья задача. Сколькими способами можно составить флаг из 4 горизонтальных полос различных цветов, если имеется материал различных цветов? Всего 7 цветов. Сколько аккордов можно сыграть с помощью трех клавиш 7? Четвертая задача. Пятая задача. Сколькими способами можно расставить белые фигуры короля, ферзя, две ладьи, двух слонов и коней, двух коней на первой линии шахматной доски? Шестая задача. Шифр «Сейф» состоит только из шести цифр, которые должны набираться последовательно и могут повторяться, чему в этом случае равно общее число всех возможных комбинаций шифра. Вспоминая опорную схему с формулой, можно сразу найти здесь подсказку «Последовательно» и «Повторяться». Следующая задача снимаю. В почтовом отделении продаются открыток 10 видов. Сколькими способами можно купить 12 открыток для поздравления? И последняя задача, которую я предлагаю, на которую вы сейчас думаете. Сколько слов можно получить, представляя буквы в слове «гора» и «институт»? Так попробуем решить первую задачу. Курьер должен разнести пакеты в пять различных учреждений. Сколько маршрутов он может выбрать? Читая условия задачи, мы определяем, что здесь повторения не должно быть. И все учреждения должны быть обойдены. Значит, выбираем формулу перестановок «П по 5», то есть 5 факториалов. Находим произведение чисел от 1 до 5 и 120 маршрутов. Может выбрать Курьер. Вторая задача. Сколькими способами можно обозначить вершины треугольника, используя буквы ABCD? В решении нам надо расставить буквы и рассмотреть варианты расстановки букв по вершинам треугольника, отличаясь друг от друга хотя бы одной буквой или состоящей из одних тех же букв. Не отличаюсь, но отличаюсь в порядком с положением. Значит, есть размещение без повторения. Используя форму размещения без повторения, 5 факториалов делить на 5 минус 3 факториалов, находя произведение чисел 3, 4, 5, мы находим 6, 60 способов, которые можно обозначить вершиной треугольника, используя 5 букв. И третья задача. Сколькими способами можно составить флаг из 4 горизонтальных полос различных цветов, если имеются материалы различных цветов? Я выше говорила, что это 7 цветов. Решение. Нам надо расставить флаги, отличаясь цветом полос. Всего 7 цветов. Если флаги, состоящие из одних цветов, но отличаются порядком, расположение горизонтальных цветных полос, это есть размещение без повторения. Используя формулу 7 факториалов делить на 7 минус 4 факториала, мы находим способы, их ровно 8, 40. И сколько аккордов можно сыграть с помощью трех клавиш с 7? Здесь порядок не важен. То есть аккорд до ми соль, это тот же аккорд, что до соль ми. Одно и то же. Повторения нет. Значит, это поможество по 3 элемента из 7. Это значит сочетание из 7 по 3. 7 факториалов деленное на 3 факториала, 7 минус 3 факториала. И в итоге получается, что 35 аккордов можно сыграть с помощью трех клавиш с 7. Пятая задача. О шахматных фигурах. Порядок важен. Места на доске различны. Повторения есть. Есть одинаковые фигуры. Нам нужна формула перестановки с повторением. Всего мест на первой линии 8. Фигур также 8. Из них два одинаковых встречаются три раза. По формуле числа перестановок получаем 8 факториалов. Делим 1 факториал. Умножено 1 факториал. Умножено 2 факториала. Умножено 2 факториала. Умножено 2 факториала. Шестая задача. Шифр сейфа состоит только из 6 цифр. Всего цифр у нас 10. Всего цифр 10. Значит, n равен 10. Комбинация состоит из r равен 6 цифрам. Порядок здесь важен. Повторение есть. Нужна формула размещения с повторениями. То есть 10 в шестой степени используем эту формулу. Седьмая задача. В почтовом отделении продаются открытки 10 видов. И нужно определить, сколькими способами можно купить на 12 открыток. n равен 10. Всего количество открыток r равен 12. Порядок здесь не важен. Повторение есть. Нужна формула сочетания с повторениями. 10 плюс 12 минус 1 факториал. Делено на 10 минус 1 факториал. Умножить на 12 факториалов. И в итоге мы можем посчитать, что всего способов у нас будет 293 930. Сколько слов можно получить, переставляя буквы в слове гора и институт? В слове гора 4 буквы без повторения. Нужно, переставляя все буквы, получить возможное количество слов, используя формулу перестановок без повторения. То есть p по 4. То есть 4 факториала. Того получается у нас 24 слова можно получить, переставляя буквы в слове гора. А вот в слове институт 8 букв. Из них 2 буквы и 3 буквы т. И по 1 буквы N, S, U. Поэтому всего можно получить 3360 слов, используя формулу перестановок с повторениями. В умении решать задачи по комбинаторике выбор подходящей формулы только первая ступень. Большинство задач сложнее и требует применения дополнительных правил сложения и произведения. Правило сложения. Если некоторое элементарное действие А можно выполнить N способами, а второе действие Б можно выполнить N способами, то действие либо А, либо Б можно выполнить M плюс N способами. Это правило сложения. Правило умножения. Если некоторое элементарное действие А можно выполнить N способами, а затем выполнить второе действие B, N способами, то действие сначала A, потом B можно выполнить M умножить на N способами. Правило умножения. Рассмотрим следующие задачи. Студенческая группа состоит из 23 человек, среди которых 10 юношей и 13 девушек. Сколькими способами можно выбрать двух человек одного пола? Для решения данной задачи не годится подсчет. С по 3 из 23. Поскольку общее количество сочетаний включает в себя и разнополые пары, условия выбрать двух человек одного пола подразумевают, что необходимо выбрать двух юношей или двух девушек. И уже самая словесная формулировка указывает на верный путь решения. То есть первый способ выбора юношей получается 10 факториалов делить на 2 факториала, 10 минус 2 факториала. Итого получается у нас 45 способов выбора юношей. Способы выбора девушек получается из 13 девушек нам нужно выбрать 2. Получается 2. С 13 факториалов делить на 2 факториала умножить на 13 минус 2 факториала. Итого получается у нас 78 способов. Таким образом у двух человек одного пола без разницы юношей или девушек можно выбрать следующим образом. Сложив вот эти способы выбора юношей и способы выбора девушек. Итого получается 45 плюс 78 равно 123 способов, в которых можно выбрать двух человек одного пола из группы студентов 23 человека. Следующая задача. В группе 9 человек. Сколько можно образовать разных подгрупп при условии, что подгруппы входят не менее 2 человек? Решение. Не менее 2 человека, то есть. Это может быть 2 плюс 7, или 4 плюс 5, или 3 плюс 6 человек. Или же 5 плюс 4, 7 плюс 2, 6 плюс 3. Те же самые комбинации. Порядок не важен. Используя формулу сочетания без повторения, число выборок из двух человек. Когда нужно выбрать 2 из 9. Это получается, первая подгруппа получается, из 9 человек 2. 9 факториалов делить на 2 факториала умножить на 9 минус 7 факториалов. Итого получается 36 способов. Число выборок из 3 человек, так как в условии говорилось не менее 2 человек, Получается 9 факториалов делить на 3 факториала умножить на 9 минус 3 факториала. Итого 84 способов. Число выборок из 4 человек, получается 4 из 9. Получается 9 факториалов, 4 факториала умножить на 9 минус 4 факториала, 126. И применяем правило сложения. То есть 36 прибавить 84, прибавить 126. Итого получается у нас 246 разных подгрупп можно образовать. Что в условии, если будет входить не менее 2 человек. Следующая задача. Группу из 20 студентов нужно разделить на 3 бригады. Причем в первую бригаду должны входить 3 человека. А в вторую 5 и в третью 12. Сколькими способами это можно делать? Так как в первую бригаду должны входить 3 человека из 20. Вторую 5 из 17. 17, так как 20 минус 3 равно 17. А в третью 12 из оставшихся 12. Здесь порядок не важен. Повторения нет. То есть используем форму сочетания, а позже правило умножения. Итого получается у нас способом 7 миллионов 54 тысяч 320. Вернемся к задаче, которую я говорила в начале урока. Решением данная задача будет. Если ворону бросить в лисе один кусочек, то останется 4 кусочка, которые можно съесть, а вычислить можно, используя формулу перестановки без повторения. П по 4. 4 факториала. Итого получается 24 способа. Так как можно бросить любой из 5 кусочков, то значит общее число вариантов. 5 умноженное на 24. Итого получается у нас 120 способов. У Айнаш есть 5 различных бусин. Сколькими способами она может собрать эти бусины в браслет? Если разрезать браслет в определенном месте, он превратится в линейную композицию бусин. В линии 5 факториал различных расположений бусин. Обозначим количество возможных браслетов буквой Т. Браслет можно разрезать 5 способами, дающими различные порядки расположения бусин в линии. Таким образом, количество линейных расположений бусин это 5 умножить на Т равно 5 факториал. Количество различных браслетов равно 24. Но браслет является частным случаем. Обратите внимание на то, что его можно перевернуть. Таким образом, теоретически мы получим различные расположения бусин, несмотря на то, что мы не двигали ни одну из них. Другими словами, каждое размещение было подсчитано дважды. Таким образом, окончательный результат следует разделить на 2 для того, чтобы получить количество различных браслетов, которые может сделать Айнаш. Полученный результат может быть расширен на случай n различных бусинок. Число способов, которыми можно расположить n различных бусин, равно n-1 факториал разделить на 2. Сегодня мы с вами вспомнили суть перестановок в сочетании размещения с повторениями, решали задачи, комбинаторные задачи, используемые перестановки в сочетании размещения с повторениями и без повторениями. Спасибо за внимание.